ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРС ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРС ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРС ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРС ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПОДШИПНИКИ ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРС ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРСИПНИКИ РЕМБО ПАРСИПНИКИ РЕМБО ПАРСИПНИКИ ПОДШИПНИКИ РЕМБО ПАРСИПНИКИ 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 РЕМ Они придерживаются так называемой лояльной гарантии, когда они сами обнаруживают, сами вам предлагают заменить и, соответственно, меняют это бесплатно. Но не факт, что будет добросовестный дилер, они вам могут либо не сказать, что у вас что-то неисправно, либо просто наоборот сказать, что у вас вот это неисправно, а вы сами как бы, как вы проверите? Ну вот, только посмотрев мое видео, поэтому пальчик вверх, подписываемся на канал, колокольчик ставим, чтобы не пропустить новые видео. Переходим потихонечку к редукторам и к маслу. Ну, значит, помните, да, ребят, что надо было в редукторах масло заменить еще весной до морозов, потому что если вы вдруг набрали в редуктора воды и она у вас там замерзла, то вы могли бы сейчас вот приплыть на редуктор, потому что пока он у вас там, ну, допустим, стоял в холодном гараже, редуктор могли разморозить. Так что такие вот моменты не упускайте. Переходим мы к передней подвеске, там немножечко чуть посложнее, но в принципе все то же самое. На передней подвеске давайте проверим мы размыкание редуктора, чтобы у вас машинка нормально работала и, соответственно, эту самую подвеску проверим. Да, конечно же, не забывайте заряжать свой аккумулятор. За клюзиму он обязательно разрядится, чтобы вы не пришли к мертвому квадроциклу. Приходите в гараж, ставьте, значит, его на зарядочку и заряжайте обязательно свой аккумулятор. Либо забирайте его домой, но тогда будьте уверены, что если у вас квадроцикл инжекторный, с вероятностью где-то 80%, у вас обнулятся мозги и будет проходить период адаптации. То есть в этот период в течение 200 или 300 километров, ну, у всех по-разному, не могу сейчас сказать точно, у кого какой. В общем, будет повышенный расход топлива, будет, может быть, неадекватная реакция на круг газа, но смысл в этом есть. Поэтому я свой аккумулятор оставляю вот так на квадроцикле и заряжаю его. Можно кто-нибудь скажет, что, точнее, многие скажут, что это неправильно, надо снимать, там, клемму откручивать, там, и так далее, и тому подобное. Да, я согласен, ну, в общем, это, ну да-да, я вот так вот делаю, и все офигенно работает. Так, дальше, включаем мы зажигание, включаем зажигание, делаем размыкание здесь, смотрим, индикация работает, индикация работает. Теперь крутим колесо. Вот мы вращаем колесо, если с другой стороны колесо не вращается, это значит редуктор разомкнут. Теперь мы смыкаем редуктор, индикация загорелась, вращаем колесо, одно колесо крутится в одну сторону, другое колесо крутится в другую сторону. Значит, все нормально, редуктор работает. К сожалению, мы не можем проверить блокировку, потому что тогда и задние колеса будут вращаться. Но, тем не менее, вот такую вот небольшую диагностику вы можете произвести у себя в гараже. Да, ребят, забыл сказать, чтобы это сделать, надо вывесить переднюю ось полностью, ну, то есть морду наверх поднять, и тогда уже производить какие-то манипуляции. Давайте от редуктора переходим к подвеске квадроцикла. И вот манипуляции, в принципе, все те же самые. Ну, единственное, что тут вам понадобится два человека, один должен будет подержать руль, вот, а второй должен будет колеса болтать. Вот, и смысл такой, что вот у меня вот эти вот рулевые наконечники, вот они болтаются. Я их уже заказал, я их уже заказал. Их там у меня четыре наконечника, и все они имеют небольшой, о, небольшой-небольшой люфт. Вот, значит, как это ощущается? Ощущается. Это ощущается так, что когда один человек держит здесь колесо, а второй, там, руль начинает влево-вправо вращать, то у руля появляется такой небольшой люфт. Вот, когда совсем маленький люфт, это значит, что в вашем усилителе руля, там такая демпфер двигается. А вот если, как у меня, уже люфт большой, видите, вот я держу колесо коленкой и вращаю, руль у меня уже люфт большой. Это вот рулевые наконечники. Что касается подшипников, то же самое. Колесо болтаем. Если вот здесь ничего не стучит, значит, все нормально у вас. С подшипником только двумя руками колесо взялись и хорошенечко его тряханули. Вот, если, соответственно, у вас рулевые наконечники болтаются, то, значит, рулевые наконечники надо отсоединить, чтобы уже выяснить, что у вас подшипник или, может быть, еще шаровые опоры. Так, ребят, едем дальше. Значит, просим своего друга, чтобы он взял колесо и начал поднимать его вверх-вниз. И смотрим вот в это место. Здесь, соответственно, люфта тоже быть не должно. И если здесь люфта нет, оно все равно поднимается вверх-вниз. Значит, смотрим в это место вот сюда, вот там под чехлом. Дальше, смотрите, здесь у нас поворотный кулак и две шаровые опоры. Соответственно, одна из, ну, может быть, тоже, что либо верхняя, либо нижняя шаровые опоры, там вышли из строя, да? То же самое. Просим своего друга, чтобы он поболтал колесо вверх-вниз, влево-вправо. И смотрим, вот это вот место должно быть абсолютно недвижимо. И это, и вот это. Оно ни вверх-вниз не должно шататься, ни влево-вправо, никуда. А должно стоять вот мертво. Значит, по правой части у нас все то же самое. Ну, не забудьте, соответственно, заменить масло в редукторе. Вот. И не забудьте обслужить нашу лебедочку, которая стоит практически 35 косариков. Если что, вдруг с ней случится. Как обслуживать лебедку? Готовить ее к установке. Или межсезонное обслуживание? Тоже все есть у меня на канале. Никуда ходить не надо. Вот, наверное, и все. Вкратце, вкратце, наверное, все. По компьютерной диагностике, конечно же, надо уже ехать в сервис. Хотя на квадроциклов СИФ МОТО компьютерная диагностика уже встроена в приборку. И все ошибки есть в книжке основные. Ну что, ребята, я надеюсь, это видео было полезным. И кто считает видео полезным, обязательно ставьте лайк. Кто считает видео бесполезным, обязательно ставьте дизлайк. Пишите свои неадекватные комментарии. И всем удачи на бездорожье. Всем пока.